Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 66, упражнение номер 115. Рассмотрите рисунки, прочитайте текст Мусатова. Котик Мурзик был озорной. Однажды он сидел на дереве. Рядом села ворона. Мурзик прыгнул ей на спину. Озорник вцепился когтями в перья и замер. Ворона испугалась. Она полетела над деревней. Мурзик не удержался и упал. Ему повезло. Он провалился в пушистый снег. Определите тему и главную мысль текста. Тема данного текста – проказа кота Мурзика. Главная мысль текста – проказникам везет. Заголовок текста может быть таким – котик Мурзик. Сколько частей можно выделить в тексте? В тексте можно выделить три части. Каким из них даны рисунки? Какой еще рисунок можно сделать? Дан рисунок к первой части. Дан рисунок ко второй части таких рисунка два. И к третьей части можно нарисовать рисунок следующий. Нарисовать Мурзика в сугробе. Запишите заголовок и ответы на вопрос. Итак, заголовок можно заглавить проказа кота Мурзика, если по теме текста. Если по главной мысли, то проказникам везет. Первый вопрос. Кто был озорной? Котик Мурзик был озорником. Второй вопрос. Где сидел Мурзик? Мурзик сидел на дереве. Какая птица села рядом? Рядом сидела ворона. Куда прыгнул котик? Котик прыгнул ей на спину. Пятый вопрос. Что сделала ворона? Ворона пролетела над деревней. Шестой вопрос. Что случилось с Мурзиком? Мурзик не удержался и упал в снег. Проверьте себя. Прочитайте то, что вы написали. Понятно ли вам каждое предложение? Все ли слова написаны правильно? Правильно оформлено начало и конец предложения. Котик Мурзик был озорником. Мурзик сидел на дереве. Рядом сидела ворона. Котик прыгнул ей на спину. Ворона пролетела над деревней. Мурзик не удержался и упал в снег. Каждое предложение нам понятно. Все слова предложения написаны правильно. Начало и конец предложения оформлены верно. В начале предложения у нас записана большая буква. В конце предложения стоит точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.